В Израиле готовятся к войне. В случае полномасштабной операции против Сирии, объектом ответного удара может стать еврейское государство. Всем жителям страны уже сейчас выдают противогазы. Проверяют готовность убежищ, а армия стягивает силы к сирийской границе. Рассказывает наш специальный корреспондент Сергей Услендер. В центрах выдачи противогазов ажиотаж, как во время новогодних скидок, выдают бесплатно, только предъявил удостоверение личности. Всем желающим тут же на месте объясняют, как пользоваться защитными масками. Вот так. Натянули на голову и потуже закрепили лямками. Главное, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Накануне стало известно, что противогазов может на всех не хватить. Один из бывших министров заявил, что в бюджете просто не предусмотрены расходы на подготовку к масштабной войне с применением оружия массового поражения. Огромные очереди в центрах выдачи тому доказательства. Спрос подскочил в разы, и люди проводят по полдня, ожидая, когда получат защитные маски. Четыре часа уже стоим. Пришло утром, было много народу, я решила попробовать попозже. Сейчас передо мной в очереди 200 человек. Израильский тыл срочно приводят в порядок. Открывают и проверяют убежище, запасы воды и продовольствия. Армия распечатывает свои склады с противогазами. Аварийные службы проводят экстренные учения. Каждая квартира в Израиле, построенная после 1991 года, то есть после первой войны в заливе, должна быть оборудована так называемой безопасной комнатой. Это бронированная дверь с мощными железными распорками. Внутри стены из массивного железобетона, а на окнах ставень из броневой стали. Он должен выдерживать близкий разрыв ракеты класса «Град». Если звучит сигнал тревоги, семья должна укрыться в этой комнате и находиться здесь минимум 10 минут после окончания сигнала в тревоге или после последнего разрыва. В том, что эти инструкции лучше соблюдать неукоснительно, страна убедилась в ноябре прошлого года. Палестинская ракета ударила в жилой дом в пригороде Тель-Авива. Несколько этажей здания были разрушены, но укрепленные комнаты выдержали. Маловероятное, что подобное повторится сейчас в Израиле. Вряд ли Сирия осмелится напасть на еврейское государство, хорошо представляя последствия контрудара. Государство Израиль готово к любому развитию событий. Мы не участвуем в сирийской войне, но при малейшей попытке атаковать нас ответим быстро и очень жестко. Армия тоже готовится. Возле промышленных районов Хайфа разворачивают противоракетную систему «Железный купол». На север перебрасывают дивизионы ракет «Патриот», танки и пехоту. Объявлен ограниченный призыв резервистов. Израиль готов и к обороне, и к нападению. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер.